В эфире Народные новости в студии Ирины Семенова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. В Саранске отлично выступили на альтернативных летних играх. 7 октября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженной художник Российской Федерации Людмиле Нарбековой, директору музея имени Эрзи, председателю Союза художников Мордовии и просто талантливому человеку. Она поделилась с нашей съемочной группой эмоциями и рассказала о дальнейших творческих планах. Моя первая персональная выставка в 1993 году, как раз когда я только вступила в Союз и приехала из Москвы, и в этот день мне открывалась выставка. 1994 год. Как раз вот эскиз к моей дипломной работе. К своей самой высокой награде Людмила Нарбекова шла свыше 35 лет. Столько времени она проработала в сфере культуры. За плечами художественная школа и училище в родной Мордовии. Знаменитая академия имени Мухиной в Питере. Сотни выставок и десятки картин. Любовь к искусству зародилась еще в детстве, когда маленькая Люда часами напролет могла сидеть над простым листом в клеточку и двумя карандашами рисовать свое первое произведение. Насколько я помню, я рисовала, любила рисовать. И сама пошла с подругой, записалась в художественную школу, переходя две больших дороги. Тогда как-то, не знаю, я родилась в многодетной семье, у нас трое детей. Школу за ручку нас никто не водил, поэтому мы сами переходили все дороги. И я шла в художку, и там могла просидеть две смены, пока меня не выгонял педагог. Не только художник, но и модельер Людмила Нарбекова создает целые коллекции костюмов. Она работает в стиле этнофутуризма. Своё творчество посвятила финно-угорской культуре. Узоры и символика мордвы легко угадываются в работах художницы. Два триптиха представлены в зале музея Эрзи. Это одни из любимых её полотен. Многие картины хранятся в личном кабинете. Они автобиографичны и рассказывают историю жизни и творчества их создательницы. Что бы художник ни изображал, что бы он ни писал, всё равно это его автопортрет, я считаю. Его автопортрет, его души, опять же, его какого-то мироздания, его вселенной. И вот здесь также изображено. Во-первых, мой ангел-хранитель. Во-вторых, опять те же самые птицы. Птицы я люблю рисовать, я их всегда рисую. Затем, конечно, этот этап моей жизни был связан с музеем. 18 лет я директор, и вот наш музей, работа пламенной. Творчество Людмилы Нарбекова совмещает с активной общественной деятельностью. Она возглавляет Союз художников Мордовии, входит в Общественную палату Республики и в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Ну и, конечно же, без неё нельзя представить себе нынешний музей Эрзи. Музей сейчас больше, чем музей. И это видно действительно по тому количеству мероприятий, которые мы проводим. И, наверное, и моя позиция, и позиция коллектива. У нас работает свыше 100 человек. Людей увлечённых, преданных своему делу, талантливых людей. И все вместе мы единая команда, которая ведёт музей вперёд. И, конечно, всегда стараемся внедрять новые формы работы, новые формы работы с посетителями, привносить что-то интересное, интерактивное, чтобы музей всегда был современным, актуальным. Творчество Людмилы Нарбековой экспонировалось как в России, так и за рубежом. Её работы хранятся в частных коллекциях Финляндии, Германии и Франции. Со званием заслуженного художника пришла и большая ответственность. Очень высокая, очень почётная награда. И я, опять же, слова благодарности всем, кто помог, выдвинул. Это ко многому обязывает. Во-первых, мне кажется, теперь нет права на ошибку, на какие-то творческие эксперименты. А, наверное, пора какого-то, скажем так, пора взросления прошла. И уже пора, наверное, такой отдачи. И поэтому, конечно, отдавать надо с большей ответственностью, нет права на ошибку. И, конечно, это стимулирует для большой дальнейшей творческой работы. Многое уже реализовано, а многое только предстоит. Для художника нет лучшей картины, чем чистый холст. В задумках новые работы и новые выставки. Ирина Радайкина, Станислав Сёмин. Народные новости. Народное одобрение в Саранске прошел митинг в поддержку решений президента страны о проведении специальной военной операции и присоединении к России новых территорий. Какие слова прозвучали в этот день и что на них ответила молодежь Мордовии, расскажем в следующем сюжете. За мир, за Россию, за президента. Такой плакат подняли собравшиеся. 10 октября на Театральной площади Саранска прошел митинг в поддержку специальной военной операции на Украине. Участие в нем приняли как студенты Мордовских университетов, так и представители общественных организаций. Выступающие затронули вопросы единства российских народов, патриотической гордости за свою страну и поддержки солдат, отстаивающих честь и суверенитет нашей Родины на поле боя. Сегодня то время, когда нам необходимо с вами объединиться, быть единым целым, ведь только так мы сможем обеспечить светлый и добрый путь будущему поколению, будущей нашей страны. Так сложилось исторически, что наш народ всегда боролся за свой суверенитет. Многие страны хотят завоевать нашу огромную территорию, наше богатство. Но наш солдат в самом лучшем мире, поэтому у нас еще не было такого случая, что мы кому-то проиграли. На митинге обратили внимание на тяжелые условия, в которых оказались мирные жители Донбасса. Спецоперация поможет положить конец бедствиям, свалившимся на них. Когда их дети выходят на прогулку со словами, которые можно посчитать прощанием со своими родителями, это ненормально, это ужасно, так быть не должно. Студенты Мордовии пришли на митинг по зову сердца. Они поддерживают российских солдат и офицеров, которые защищают Родину. И рады тому, что в стране появились новые субъекты Федерации. На митинге я пришел поддержать наших бойцов, которые находятся на специальной военной операции. Пожелать им самое главное, скорейшего возвращения, с победой домой, на Родину. Здесь их ждут. Мы не должны допустить переписания истории, мы не должны допустить фальсификации истории. И поэтому я считаю, что наш долг поддерживать героев, которые каждый день рискуют собой на поле боя. Мы можем сказать Запорожье, Херсон, Донбасс, добро пожаловать домой. Участники митинга желали российским военнослужащим бодрости, духа и скорейшей победы. А жителям донбасских, уже российских республик, мирного неба над головами. Андрей Гаврилин, Александр Овчинников, Народные новости. В Мордовии общественные организации, политические партии и частные лица продолжают оказывать помощь нашим бойцам, призванным в рамках частичной мобилизации. Жители республики активно включились в процесс, собранные средства имеют уже шестизначные значения. Подробности далее. Более 14,5 миллионов рублей в помощь военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, жителям Мордовии удалось собрать общими силами и за короткий срок. Неравнодушные граждане присылают кто сколько может. А перечисления от предприятий доходят до полумиллиона. Каждый вклад важен, на эти средства закупает все самое необходимое. Все закупки фонд строго контролирует, выбирают самых надежных и качественных поставщиков, которые смогут предоставить все необходимое в срок. Смотрим, где что есть качественного, где что нам могут поставить оперативно, быстро и по разумным ценам. Наверное, надо выразить благодарность нашим партнерам, которые готовы нам делать скидки, быстро собирать и оперативно все это нам поставлять. Стоит отметить, что наличные средства в региональном отделении фонда не принимают. Вчера к нам пришла женщина, уже пенсионерка. Говорят, вот мы бы своими соседями, бабушками хотели бы вам принять, ну мы получили пенсию и хотели бы принести вам деньги. Мы с наличными деньгами, мы не работаем. Поэтому мы попросили либо приобрести товар, который вот есть в перечне, либо эти деньги принести в Сбербанк и перечислить на наш благотворительный счет. Сделать свой вклад в общее дело может каждый. Сейчас на экране вы видите реквизиты единого счета. Даже малое пожертвование сможет помочь обеспечить солдат всем необходимым для того, чтобы они могли эффективно выполнять свой долг и защищать родину. Для внесения денежных средств можно воспользоваться QR-кодом. Для этого отсканируйте QR-код через мобильное приложение вашего банка. Если вы не успели записать реквизиты, их вы можете посмотреть в нашей группе во Вконтакте. Активисты регионального отделения партии «Единая Россия» также организовали сбор помощи нашим бойцам. Они сформировали штабы в каждом районе республики. Туда неравнодушные жители приносят вещи первой необходимости, продукты длительного хранения, медикаменты. Буквально за неделю собрано гуманитарной помощи на сумму более полутора миллионов рублей. 9 октября ее отправили нашим бойцам. Хочу отметить, что откликнулись не только члены партии, сторонники, депутаты всех уровней. Просто неравнодушные граждане приходят в пункты сбора, приносят вещи и морально, и своим неравнодушием хотят помочь нашим ребятам, поддержать их. Работа пунктов приема гуманитарной помощи партии «Единая Россия» продолжается во всех районах Мордовии. В Саранске такой пункт действует в Доме Союзов. По телефону горячей линии 8 929 747 10 00 можно узнать, где находятся пункты сбора помощи, а также что нужно бойцам. Аграрии отметили профессиональный праздник. Всероссийский день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Труженики села региона 13 встречают с новыми достижениями. В этом году в Мордовии собран рекордный урожай зерновых – 1 750 000 тонн. Достигнут рекорд и по производству зеленого горошка его собрали 6400 тонн. Поздравление в адрес работников АПК направил глава Мордовии Артем Сдунов. День работника сельского хозяйства по всей стране отмечают ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году фермеры, агрономы, специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий принимали поздравления 8 октября. Тружеников с профессиональным праздником поздравил глава республики. В тексте говорится. Сельское хозяйство – ключевая и стратегическая сфера Мордовии, в которой трудятся замечательные люди, профессионалы своего дела, искренне любящие родную землю. Наши аграрии, используя современные технологии и оборудование, добиваются рекордных урожаев и показателей, производят продукцию высочайшего качества, выполняют важнейшую задачу по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны. Но самое главное – в этот результат вложена частичка души каждого человека, работающего на родной мордовской земле. По поручению президента России Владимира Путина, Мордовия активно занимается развитием производства органической продукции. Товары мордовских брендов поставляются во многие субъекты России, экспортируются в другие страны мира. Мордовия традиционно становится лауреатом престижных агропромышленных выставок. Мы продолжим оказывать необходимую помощь нашим аграриям, создавать условия для дальнейшего эффективного развития отрасли, ее инновационных направлений и привлечения молодых специалистов. Сделаем все необходимое для повышения качества жизни сельчан. Этот год запомнится аграриям республики рекордными урожаями зерновых и зеленого горошка. Кроме того, Мордовия – один из лидеров среди регионов Привожского федерального округа и страны по производству основных видов продуктов питания в расчете на душу населения. Республика занимает первое место в стране по производству яиц и молока и четвертое по производству мяса. Регион полностью обеспечивает свой потребительский спрос на рынке по мясу, молоку, яйцу, сахару и овощам, а свыше 80% произведенной продукции реализуются за пределами региона. Продукты из Мордовии ценят и любят в 21 стране мира. Шесть предприятий Мордовии сертифицированы в области органического производства. В агропромышленной сфере Мордовии задействовано около 69 тысяч человек. По традиции, окончательные итоги их работы в республике подведут в середине ноября. Ольга Данилова, Вячеслав Кузьменко, Народные новости. В Мордовии продолжается уборочная страда. Картофелеводы выбирают каждый погожий денек, чтобы выйти на поле и продолжить уборку урожая. О том, как идет работа в крестьянско-фермерском хозяйстве Ямашкиных, расскажут Дарья Баронина и Александр Овчинников. Сезон сбора урожая – очень важная и ответственная пора для аграриев. В этом году погода совсем не радует. Обильные дожди и наступающие холода только усложняют задачу. Чтобы собрать весь урожай, работать предстоит быстро. На полях крестьянско-фермерского хозяйства семьи Ямашкиных в этом году было посажено около 70 гектаров картофеля. Работа кипит. На данный момент с полей убрали основную часть семенного клина и приступили к продовольственному. Урожайность, если по этому году по семенам где-то у нас составляет 270 центнеров с гектара, продовольственный картофель чуть-чуть побольше. У нас в этом году хороший помощник в виде нового картофель-уборочного комбайна «Ропа». То есть это, конечно, очень большое подспорье для нас. Мы его приобрели вот в этом году по Сберлизингу. В этом сезоне фермерам предстоит собрать картофель с 55 гектаров. После сбора урожая начинается не менее важный этап – его хранение. Картофель и хранилища начинаются с приемного бункера. Урожай попадает на линии, где его тщательно перебирают, а далее он распределяется по секциям. Сохранить овощи в целости и сохранности поможет микроклимат. Картошка от крестьянско-фермерского хозяйства Ямашкиных пользуется спросом и за пределами республики. Картофель наш уходит за пределы республики, но также мы стараемся и обеспечить свои социальные сети. Очень много приезжают с республики. Ну а своим социальным сетям больницы стараемся помогать, как бы это уже безвозмездно. Дарья Боронина, Александр Овчинников. Народные новости, Чамжинский район. В Саранске открылся международный фестиваль форум русских драматических театров стран ближнего и дальнего зарубежья «Соотечественники». На сцене Саранского Русдрама свои лучшие постановки представляют трупы из пяти стран. Как прошла церемония открытия, расскажем далее. Участниками 16-го международного фестиваля русских драматических театров «Соотечественники» стали актерские коллективы из пяти стран. В течение шести дней свои лучшие постановки представят трупы из Белоруссии, Узбекистана, Израиля, Казахстана и России. С приветственным словом на открытие фестиваля обратилась заместитель председателя правительства республики Мордовии Галина Латванова. Для нас большая честь, большое доверие и большая ответственность, что 16-й раз на этой сцене выступали более ста русских драматических театров, которые показывали свое творчество именно у нас, в Саранске, в республике Мордовия. В Мордовии фестиваль проводится с 2006 года. За это время на сцене русского драматического театра показали более 80 спектаклей из 23 стран мира. Открыли очередной 16-й фестиваль «Соотечественники» актеры из Беларуси, труппа Государственного драматического театра Белорусской армии с постановкой «Вида от нежного сердца». Этот театр отличается от всех представленных на фестивале, ведь создан он на основании директивы министра обороны. В репертуаре театра Белорусской армии лучшие драматические произведения отечественного и зарубежного искусства. Но есть в репертуаре театра и спектакли более легкого жанра. На фестиваль актеры из Минска привезли водевиль. Время-то тяжелое сейчас. Я же говорю, пандемия, столько мы не общались, и люди как-то уже, ну, настрой должен быть какой-то. А водевиль давно такой жанр как-то забытый. Вот вы посмотрите по театрам, даже вот московские театры, как-то так не очень у нас с водевилями. Поэтому мы взяли, поставили. Он легкий. У нас, предполагается, у нас сцена низкая. У нас актеры ходят в зал. Я надеюсь, что мы и здесь это попробуем сделать, чтобы было какое-то общение. Поэтому, ну, вот так и решили показать наш этот водевиль. Спектакль поставлен по пьесе, написанной Владимиром Сологубом. Водевиль в двух действиях. Легкая музыкальная история о сватовстве легкомысленного наследника. Сын богатого откупщика из Тамбова приехал в Петербург в надежде найти невесту. Нижнее сердце Александра не может выбрать одну единственную. Ведь наследнику нравятся сразу все девушки в городе. Помочь влюбчивому сыну решается находчивый отец. В поисках той самой невесты он идет на хитрость. Удивительная история, погружающая зрителя в атмосферу 19 века, наполнена танцами, романсами и безупречной игрой актеров. Ирина Суконкина, Сергей Соколов. Народная новость. Добавлю, что перед началом церемонии открытия фестиваля «Соотечественники» состоялась пресс-конференция. На ней члены экспертного совета рассказали об особенностях театрального форума. За 16 лет проведения фестиваля «Соотечественники» стали одним из культурных брендов республики. Ежегодно в Государственный русский драматический театр съезжаются трупы театров, чтобы показать свои лучшие постановки. В этом году спектакли привезли театральные коллективы из России, Беларуси, Молдовы, Узбекистана и Казахстана. Ну, что вот объединяет все эти театры? На мой взгляд, конечно же, это прежде всего русский язык, русская культура и русские театры. И это, на мой взгляд, очень и очень важно. На фестивале традиционно нет призовых мест и конкуренции. Главный приз театралов – показать свое творчество миру и быть услышанным зрителем. А для того, чтобы улучшить свое мастерство и расти в профессиональном плане, игру актеров и их постановки будут оценивать почетные члены экспертного совета. Мастера сцены из Мордовии также принимают участие в конкурсном показе. 11 октября они покажут спектакль «Мастер Маргарита». Ведь каждый актер хочет, чтобы на него посмотрели глазами специалистов, сказали, какой он хороший, замечательный, даже если это не так. Но все равно они хотят услышать свой адрес. А тут трупа занята вся. И даже студенты наши заняты. И я бы хотел, чтобы они послушали свой адрес, каждый как-то на себе примерил. А то, бывает, да, этих показал, а этих не показал. А вот трупа израильского музыкального театра «Дымовой» приехала только женским составом. Мужская часть коллектива «Израильско-русское кабаре» будет играть в режиме онлайн. Не обошлось и без изменений в программе. На фестиваль не приехал Приднестровский театр. Вместо него возможность открывать фестиваль была передана театралам из Беларуси. В течение фестиваля будут сыграны постановки разных жанров. Гости из Казахстана представят новую интерпретацию «Женитьбы Гоголя». А 13 октября, в финальный день фестиваля, Владимирский академический театр «Драма» сыграет постановку Зыкова. Арина Хайрова, Ирина Суконкина, Сергей Соколов. Народные новости. 9 октября на фестивале «Соотечественники» свою постановку «Сны Гамлета» представил Государственный молодежный театр Узбекистана. Новое прочтение великого произведения Шекспира. Молодежный театр Узбекистана привез в Саранск спектакль «Сны Гамлета». Премьера состоялась в марте прошлого года. А вот жители столицы Мордовии смогли познакомиться с постановкой в рамках фестиваля «Соотечественники» 9 октября. Это не идет претензия и читает интерпретацию шекспировского «Гамлета». Они сделали что-то свое. Точнее сказать, это больше отношение к «Гамлету» сегодняшней современной молодежи. Молодежь поймет однозначно. «Сны Гамлета» — психологический триллер в стиле нуар. Автор Нина Мазур за объект исследований взяла метание «Гамлета» между «быть или не быть», поместив главного героя в тот самый смертный сон, о котором сам «Гамлет» говорит в трагедии Шекспира. Дарья Боронина, Александр Овчинников. Народные новости. В школах республики продолжается цикл внеурочных занятий разговоры о важном. Второй месяц в понедельнике в учебных заведениях начинаются с поднятия государственного флага под гимн России. 10 октября разговоры о важном посвящены Всероссийскому Дню Отца. Анастасия Целигина и Сергей Кувакин расскажут подробнее. Поднятие флага России. Именно с этого начинаются разговоры о важном в каждой школе страны. Прежде всего, это воспитывает у подрастающего поколения любовь к своей родине и чувство патриотизма. Занятия проходят в неформальной обстановке, ученики и преподаватели общаются в более непринужденной форме. Задача учителя – вовлечь класс в обсуждение и ответить на вопросы, которые волнуют детей. То есть создать некое такое неформальное общение. Материалы разработаны очень грамотно и соответствуют возрастным особенностям детей. Каждый урок включает в себя интерактивные элементы, такие как презентации, видео, познавательные игры, викторины. То есть уроки действительно проходят на высоком уровне. Программа рассчитана на 34 внеурочных занятия. Они проходят в каждом классе, как у взрослых, так и у малышей. В этом году состоялось шесть разговоров о важном, и их значимость уже успели отметить ученики. На этих уроках мы изучаем различные вещи, которые развивают в нас патриотический дух и заряжают энергией на всю неделю. Мы живем в многонациональной стране, и эти уроки не только развивают патриотизм в нас, но и вызывают уважение ко всем народам, живущим в этой большой стране. Большинство тем приурочено к праздничным и памятным датам. Например, 10 октября уроки посвятили молодому, но очень важному празднику в нашей стране – Дню Отца. Ученики старших классов вместе с преподавателями ведут беседу о роли папы в жизни ребенка, дети помладше рисуют и поют. Мой папа хороший, папа очень-очень похожа, он сильный и смелый, находчивый, веселый и умелый. Сегодня мы на разговорах о важном затронули самую важную тему – о отце. Сегодня во имя него мы играли, пели, читали, рисовали. Я очень люблю его и хочу ему пожелать здоровья, счастья, чтобы он никогда не болел, было все хорошо. С Днем Отца я поздравляю всех отцов. Хочу пожелать вам от сердца всего самого хорошего – здоровья, любви и счастья, чтобы ваши дети росли хорошими, а в будущем были отличными отцами. Впереди у ребят новые разговоры о важном. Уже в следующий понедельник их ждет новая тема. Она будет посвящена Дню Музыки. Анастасия Целигина, Сергей Кувакин. Народные новости. Станиславом Семином встретили их в Саранском аэропорту. Обеспечить конкуренцию – дух соперничества в условиях изоляции российских спортсменов от международных турниров. Летние игры паралимпийцев «Мы вместе спорт» собрали порядка двух тысяч сильнейших спортсменов из более чем десятка стран, а также из разных регионов России. В программе игр было девять видов спорта, разыграли более 350 комплектов медалей. Некоторые из них достались паралимпийцам из Мордовии. Первую награду 6 октября в копилку региона 13 принес 34-летний легкоатлет Евгений Швецов. Изначально легендарный спортсмен планировал выступать в двух забегах класса Т-36 на 100 и 400 метров. Но в итоге сотки снялся, с экономленной силой позволили добиться успеха. На 400-метровой дистанции Швецов показал время 56,10 секунды и пришел к финишу первым. Число без отдыха. Сегодня 100, полфинал и финал завтра 400. И мы как-то посмотрели, так решили с руководством, все-таки давайте приблизим одну качественную коронную дистанцию 400. Так и было. Отстранение от основных международных стартов на российских спортсменов, конечно, повлияло, но альтернативы есть. Это и показали сочинские игры. Мы собирались в сборную России, и к нам приезжали руководство, и эту ситуацию они обозначили. То есть, с одной стороны, как бы параметический комитет международный хочет, чтобы Россия выступала. Он прямо так оказался западной страной. Ему просто не дают какие-то американцы. Но, с другой стороны, без России им тоже не интересно выступать. Завершать карьеру до 2024 года Евгений Швецов не планирует и признается. Силы еще есть. Другой уроженец Мордовии Максим Ангелов на играх остановился в шаге от пьедестала. В решающем забеге на 400 метров в классе Т-20 он стал четвертым. А 7 сентября всех удивляли мордовские шашистки. Елизавета Козлова стала абсолютным лидером программы «Рапид» в шашках среди женщин. Самая юная спортсменка на турнире смогла обойти и свою наставницу Татьяну Сырулеву, которая взяла бронзу. Обыграла Елизавета и финальную противницу из Москвы. Это позволило завоевать высшую награду. В последней игре я билась, но переживала, нервничала. Сыграла я с ней нормально. Но она, наверное, тоже нервничала и начала ошибаться. Для Татьяны Сырулевой, оставшейся на третьей ступени пьедестала, победа воспитанницы – высшая награда. 8 октября шашистки играли классику. Татьяна Сырулева удостоилась серебряной награды, а Елизавета Козлова остановилась на пятой строчке. Чуть больше месяца назад тренер школы Швецова завоевала титул чемпионки мира по шашкам. И признается, эмоций от успехов на сочинских играх ничуть не меньше. Я была немного не в форме. Видно, усказалась усталость после чемпионата мира. И все ждали, что у меня будут две медали. Немножко не получилось, зато меня порадовала моя ученица. Большой нахал был в последней туре. Даже судья сказал. Интрига была прямо колоссальная. Мы уже сыграли. И оставалась игра у Лизы. Лиза даже не понимала, что она идет на золотую медаль. Все трое триумфаторов вскоре вновь приступят к тренировкам. Альтернатива нашлась и молодежному первенству Европы по тяжелой атлетике, который пройдет в Албании с 15 по 25 октября. В Минске состоялись открытые соревнования на призы Белорусской Федерации этого вида спорта среди атлетов до 23 лет. Спортивные интересы России и региона 13 там представляла воспитанница комплексной спортивной школы Мордовии. Евгения Гусева выступала в весе до 71 килограмма. В рывке она подняла 95 килограммов в толчке 120. С суммой в 215 килограммов Гусева поднялась на вторую ступень пьедестала, уступив Зарине Гасаловой из Ладикавказа, которая показала результат в 230 килограммов. Но обойдясь Юзанну Володько из Могилева, которая подняла 209 килограммов в сумме. В абсолютном первенстве среди женщин мордовская штангистка стала третьей. Саранский дворец водных видов спорта вновь принял важные всероссийские соревнования. С 8 по 9 октября столица Мордовии стала площадкой Кубка России по подводному спорту в дисциплине акватлон. Подробнее об этой разновидности и о том, как прошел турнир, расскажем прямо сейчас. Акватлон или борьба в ластах – одна из разновидностей подводного спорта. Двое пловцов борются в подводном ринге. Поединок состоит из трех раундов. В каждом побеждает тот, кто быстрее сорвется с ноги соперника специальную ленту. В случае успеха спортсмен получает очко. При победе в поединке выходит следующий этап турнира. И так вплоть до финала. Если в группе много участников, сначала соревнуются по олимпийской системе, а те, кто прошел в основной этап, борются по круговой. Параллельно с Кубком проходят всероссийские соревнования для спортсменов помладше. Участников у нас зарегистрировано 90. Это где-то 20 участников в Кубке России и 60 участников всероссийских соревнований. Присутствуют очень сильные команды. Это, во-первых, команда Мордовской республики. Это достаточно сильная команда с большой историей, с огромным количеством побед, с большим числом титулованных спортсменов. Не буду называть их фамилии, чтобы, не дай бог, не сгладить их победы. Также присутствует на соревнованиях команда Тульской области, тоже очень мощная команда, с большим количеством мастеров спорта, с сильными тренерами, с очень опытными спортсменами. И другие команды не уступают на самом деле. Мордовия и правда может похвастаться своими подводниками. Во всероссийских соревнованиях участвуют 19 воспитанников спортивного центра «Старт». Один пловец защищает честь республики в Кубке. Приехали довольно серьезные ребята к нам. Но я думаю, им покажем сильную, хорошую борьбу. И, конечно, займем призовые места и получим разряд. В чем твоя сильная сторона? Что тебе позволяет одержать победу в каждом бою, в каждом раунде? Ну, я не так много вешу, поэтому ловкость, наверное. А что самое сложное именно в такой разновидности подводного спорта, как акватлон? Не ошибиться. Главное подумать, как бы грамотно и все. По итогам турнира награды получили тройки сильнейших в каждой возрастной категории. Выделили также лидеров в командном зачете. Мордовская сборная уверенно показала себя во всероссийских соревнованиях. Там регион занял первое командное место. Среди юниорок 14-15 лет Юлия Калябина стала второй, Алина Титова – третьей. Константин Ройскин взял бронзу среди юниоров 16-17 лет. Станислав Николаев в возрастной группе 18-20 лет завоевал серебро. Победители и призеры войдут в состав сборной страны. Команда МГУ имени Огарева стала обладателем суперкубка Мордовии. Студенческое дерби прошло 9 октября на поле Мордовия-арены. Соперниками Огаревцев стали ребята из педуниверситета. Как проходила встреча, расскажут Дарья Боронина и Александр Овчинников. Борьба за суперкубок для обеих команд выдалась сложной во всех отношениях. Футболисты бились в равной борьбе. Но несмотря на то, что у команды МГУ была возможность забить пенальти, вратарь МГПУ отбил удар. К концу первого тайма ни одной из команд так и не удалось открыть счет. Первый тайм закончился после дополнительного времени со счетом 0-0. Первый тайм особенности я объяснял ребятам, что нужно продержаться 20 минут. Что так и получилось, потом мы могли забить и перекладину попали, пенальти не забили. То есть первый тайм по сценарию. Я понимаю, они три дня отыграли, им тяжело было выступать. Второй тайм запомнился активной игрой и большим количеством замен игроков. Но даже эта тактика не смогла помочь командам. Открыть счет удалось только на 80-й минуте. С дальней дистанции игрок команды МГУ пробил поворотом и мяч влесел в сетку. Этот гол стал решающим. Матч завершился со счетом 1-0. У нас еще для МГУ непрекращен сезон, в общем он продолжается. Поэтому есть нам еще куда стремиться, но сезон действительно отличный, это правда. Команда усилилась и усилилась теми ребятами, которые продолжили, во-первых, обучение, а пришли из других университетов. Это ровно потому, что появилась своя команда в студенческой лиге. Залог хорошей игры – тщательная подготовка, которая и помогла команде МГУ завоевать победу. А вместе с тем третий титул за месяц. Мы ездили в сборную университета в Петербург, в Санкт-Петербург, там выступали. Мы готовились к этой игре, то есть последняя игра сезона в Мордовии. И вот хорошо получилось, выиграли. В завершении команды получили свои заслуженные награды. Также отметили лучшего игрока матча. Им стал Денис Кахутин, забивший решающий гол. И смотря на итог игры для команды МГПУ, сезон выдался не менее удачным. У нас хорошая команда, что доказывает наше выступление в Ульяновске, где мы играли по студентам, заняли первое место по Поволжью. Это очень хороший результат. Вышли мы туда благодаря победе над МГУ по студентам. Мы вышли в Весентуки. 16 лучших команд студенческих там соберутся. Будем готовиться. Впереди команды ждут много сезонов и еще больше побед. Пожелаем ребятам удачи. Дарья Боронин, Александр Овчинников. Народные новости. И еще о футболе. В Саранске прошел матч 23-го тура юношеской лиги. На поле стадиона Мундиаля встретились две команды. Мордовия и КамАЗ из набережных Челнов. Все подробности расскажут Ирина Суконкина и Сергей Соколов. От Башкортостана до Чувашии. Участие в дебютном сезоне юношеской футбольной лиги при Волжье принимают лучшие футболисты 2007 года рождения. За медали в сезоне борются 14 команд из 11 регионов Приволжского федерального округа. Победитель определится по итогам двух кругов турнира. 8 октября в матче 23-го турнира на поле Мордовия-Арены встретились команды из Саранска и набережных Челнов. Матч закончился со счетом 4-3 в пользу Мордовии. Сегодня я их попросил, даже если мы не сможем победить, но мы не должны играть от обороны, а именно в своем стадионе, проводить хорошую атакующую игру. И в связи с этим были и индивидуальные ошибки, и групповые ошибки, к чему провели пропущенные мячи. Но в итоге ребята не пали духом и смогли не только вернуть игру, но и ее выиграть. Первый гол команде Мордовия на 13-й минуте принес Георгий Забродин. После на 51-й и 72-й минутах в ворота противника забил Даниил Федотов. Финальный четвертый гол саранской команде принес Рустам Беляков. Матч получился просто огненный. Две команды боролись, выполнил установку тренера и победили. Отмечу, что Мордовия одержала первую домашнюю победу после семи поражений. Гости из набережных Челнов на поле с Мордовией встретились второй раз за сезон и оба проиграли. Прииграли сами себе. Такой стадион. Погода хорошая. Должны были выигрывать, но прииграли сугубо сами себе. Исключительно из-за собственных ошибок. По самодаче команде нет претензий. По счету брать игру, ввели 1-0, 2-1, 3-2 и проиграть 3-4. Обидно. Положение команд после 23-го матча выглядит таким образом. Набрав 30 очков, команда из Мордовии занимает восьмую строчку в турнирной таблице. На финишной прямой осталось сыграть три игры. Мордовии предстоит встретиться с командами «Нефтехимик», «Крылья Советов» и «Сокол». Ближайший матч против команды из Нижнекамска состоится 15 октября. Ирина Суконкина, Сергей Соколов. Народная новость. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Ирина Семенова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.